С нами на связи Артур Зарипов, башкирский общественный деятель. Артур, приветствуем вас. Доброе утро. Доброе утро. Сейчас всем активистам, которые в данный момент даже на улицах, власти пытаются пришить экстремизм. Это стандартная такая пугалка о внешнем влиянии, возможно, даже украинском и так далее. Давайте начнем с того, насколько люди поддерживают Фаиля Алсынова. Кто такой Фаиль Алсынов? Почему его имя хотят сделать на самом деле символом для нынешней акции? Доброе утро еще раз. Фаиль Алсынов является простым человеком с народа. Самое интересное, что это простой молодой человек, наш брат башкир, который является политическим деятелем, общественным башкиром, который отстаивает всю свою деятельность, интересы башкиров, собственно, на своей земле, на территории Башкортостана. Фаиль Алсынов изначально был соорганизатором организации Кукбуре, это тоже башкирское национальное движение, а далее организацию Башкорт, которую признали экстремистской. Но суть в том, что вся деятельность Фаиля Алсынова была направлена на то, чтобы защитить свой родной язык, защитить культуру и историю башкир. Он также выступал четыре года назад на защите горы Куштау, которую глава республики Башкортостан пытался разработать под судом. После же была разработка золота в Ашамбайском районе, собственно, после чего на него возвели уголовное дело, где, так сказать, прицепились к его словам с башкирского языка, выражение перевели на русский язык и увидели в этом экстремизм, что якобы он разжигает родину между башкирами и армянами, хотя этого не было. И всю свою деятельность Фаиля Алсынов, он как народный избранник, он избран народом, и люди его полюбили за его взгляды, искренние взгляды. И, конечно же, по сравнению с главой республики Башкортостан, который является ставником от Маквы, это народный лидер, который является на сегодняшний день соперником для Хабирова. И, конечно, для Хабирова были установки по дальнейшему разграблению Башкортостана, но на его пути встают башкирские активисты, башкирские движения и просто башкирский народ, простой народ. И Фаиль Алсынов как раз-таки является одним из них. Ну вот вы мало затронули, спасибо за, кстати, исчерпывающий ответ, теперь мы и в Украине будем знать, кто такой Фаиль Алсынов, но вы мало коснулись темы экстремизма, и я вот сейчас проведу некие параллели, а вы скажите, насколько они уместны. Башкортостан это, ну, мусульманская республика, да, и вот Фаиль выступает за сохранение башкирской культуры, за экологию и так далее, за, в принципе, национальные интересы. Так вот, параллель моя будет с крымскими татарами. Где вероятность, если такая вероятность, что не пришьют экстремизм, не придумают какой-то, ну, вот как в Крыму Хизбут-Тахрир запретят эту организацию, и все выступления национальных организаций будут считать экстремизмом, и начнутся повальные репрессии, повальные аресты и так далее? Нет, ну, конечно же, по поводу экстремизма и терроризма, я думаю, особенно в Украине уже давно наслышаны, да, то, что происходит в Башкортостане, и также мы следим то, что происходит в Крыму, мусульман задерживают, и в дальнейшем изначально, точнее, надо сказать, что любые выступления за свой народ, за историю башкир, за сохранение языка. Всего мы видим кадры, как даже артисты там или ложные СМИ, проплаченные, да, которые пытаются показать. Самое, что интересно, пытаются показать, что если мы выступаем за сохранение своей религии, так как Республика Башкортостана, Мусульманская, да, Республика, за сохранение своего языка, за сохранение своей истории, за сохранение своей земли, то в итоге это получается экстремизмом, а даже и, может быть, сепаратизмом или даже терроризмом, да. Вот. А в то же время, когда русские заявляют о том, что Россия для русских, то в этом нет никакого экстремизма. Конечно, этих фактов очень много. И, собственно, сам много активистов, такие как Айрат Димухаммедов, тоже башкирский активист, политический деятель, тоже в то же время, уже имея 9 лет общего режима, да, потому что отстаивал интересы башкир. Таких задержаний очень много на территории, около 250 мусульман, да, вообще из Крыму и с наших регионов сидят за свои взгляды, за свои политические взгляды, за отстаивание своей республики, за отстаивание интересов башки, а также интересы других республик. В других республиках тоже происходит беспредел. И, конечно, если мы говорим сегодня о Башкортостане и конкретно о протестах, да, уже на сегодняшний день, вчера возводят уголовные дела. Утром тоже были задержания перед тем, как люди выходили к памятнику имени Салават Юлаева. Пока что они не массовые люди, пытаются максимально смягчить обстановку. Ну, вот, как вы заметили, они водят хороводы, поют песни, чтобы не было к чему прикопаться, так сказать, да. Но, как говорил Путин, как он сказал в одной из изречений, сегодня вы там стаканчики, да, а завтра что будет. Из-за этого любые действия, которые они могут увидеть, сепаратизм или протест, хотя это просто отстаивание своих прав, в любых действиях они, значит, экстремент или даже более того, проризм. Я, к примеру, сам преследуюсь, я являюсь в Интерполе, в розыске, в России, да, свои политические взгляды, уже, как бы, 6 лет нахожусь в розыске, да, я сегодня нахожусь в Польше и являюсь спросителем убежища. Вот это перед вами прямой пример того, как за политические свои взгляды, из-за серьезных взглядов Российской Федерации последует меня. Из-за этого мы нечему здесь, мы уже сегодня ничему, точнее, не удивляемся, если наших сторонников, наших ребят на Башкире и не только из других республик, из других регионов, да, возбуждают уголовные дела. Все уже понимают, что все эти дела здесь фабрикованы и никакое место не имеют. То есть, оставляй никаких нет. Расскажите, по вашему мнению, ну, вот, ваши ощущения лично, как в дальнейшем будет развиваться эта история? Ну, вот, как вы думаете? Вот, вот, возможно, мы сможем провести параллели, я не знаю, там, с... Ну, вот, если мы говорим о Российской Федерации, да, вот, какие последние были вот эти массовые протесты, митинги, да, мы можем вспомнить, там, Болотную площадь, да, выборы, соответственно, да, кремлевские, мы можем вспомнить Хабаровский край, когда Фургала, да, и, в принципе, он сейчас, по-моему, отбывает срок, да, избранный губернатор, когда люди выступили против того, что его просто хотели сменить, и ему там вписывали разные криминалы, какую-то уголовщину и рэкет, соответственно. Вот как будет сейчас? Как вы думаете? Ну, тот же, я не знаю, там, Радий Хабиров прислушается, или он здесь настолько несамостоятелен, что какая будет указка с Москвы, то он и сделает, да? Так силовики себя и поведут, поскольку мы понимаем, что сейчас многое известно от того, какие решения будут принимать официальные власти Башкортостана. Так, мое личное мнение по этому поводу такое, что вы правильно заметили, что Радий Хабиров, это, ну, из его истории, да, из того, сколько он уже находится в главенстве республики, мы видим, что, к примеру, я привожу, да, маленькую сводку, когда было экономическое сотрудничество в Казахстане, Радий Хабиров туда просто не впустили, его даже не выпустили со своей республики, откуда он пытался выехать. После он резко заболел коронавирусом, после он резко выздоровел, а потом его пригласили в Москву и наградили орденом. Ну, то есть он такой человек, который полностью подневольный, можно сказать, да, и он сам себе выбрал такую судьбу, к сожалению, хотя он мог остаться в истории Башкортостана, да, как тот, кто изменил эту ситуацию. Но, к сожалению, он выбрал себе такой путь, что он продал и предал свой народ и участвует в разграблении, мало того, что в разграблении Башкортостана, так он участвует в полномерном уже издревле, да, стирании идентичности башкорского народа. К примеру, я привожу это создание различных батальонов, где порочат имя национальных башкорских героев, к примеру, имя Салават Юлаева, возле которого, собственно, собрался сегодня народ. Салават Юлаев — это национальный герой Башкор, Башкортостана, который как раз-таки воевал против царской России в свое время и никакое не имеет он места вместе с Россией в истории, да, он никогда не дружил с Россией. Это что касается именно ради Хабирова. Что касается дальнейших событий, что же может произойти, мы все прекрасно понимаем, что есть хорошие отклики, мы видим, что есть хорошие отклики от народа, что люди потихоньку начинают просыпаться. И мало того, просыпаются ребята, которые были мобилизированы на СВО. Я, конечно, СВО это не называю, это полномасштабная война, да, вот, и были обращения солдат на родном языке о том, что мы, если вы не остановите бить наших матерей и отцов, мы вернемся и начнем войну уже на нашей земле, так как, ну зачем мы здесь воюем, если у нас на нашей родной земле беспредел. И есть кадры фейков того, что делают про-хабировские люди, которые непонятно в каких местах, они не на фронте, видно из кадров, уже много есть разоблачающих видео, да, где показывается, что они якобы против Фаиля, за хабиров, выступают, якобы они на фронте, хотя много есть подтверждений того, что это фейки. Теперь, как это в дальнейшем, мы, если берем ситуацию с Фургалом и подобных, да, к сожалению, силовая структура России, она очень сильная, и они изначально работают как, то бишь они уже вчера проводили массовые задержания, блокировали в WhatsApp и Telegram, чтобы людей максимально не могли собрать, да, но несмотря на это люди все равно выходят, и вчера были кадры, как к Уфе, к столице Башкортостана, стягивались с дополнительной силой, да, проводят задержания самых активных среди башкир, которые все-таки созывают людей к тому, чтобы выступать, да, мы смотрим, сами наблюдаем за тем, что происходит, мы сами ведем разговор, что, как ведутся дела, какие силы, какие меры принимаются к нашим ребятам, к нашим активистам, да, к сожалению, сила у России сегодня еще есть, и все-таки нам тяжело, и нашим активистам и простому народу очень тяжело противоборствовать. Из-за этого мы, конечно, сегодня активно призываем всех, все, не только Башкортостан, а остальные регионы России, это многие свободные народы, которые в свое время тоже были оккупированы, да, это и Татарстан, и Крым, это и Северный Кавказ, это и Чечня, и Якута, и Буряты. Мы, конечно, сегодня всех призываем откликнуться, чтобы, потому что одна республика, как Башкортостан, ей может сил не хватить. Мы должны все вместе сегодня откликнуться и объединиться на нашу общую проблему и противостоять Москве. И таким образом мы можем добиться каких-то успехов. Но если это брать регионально, как это было в Дагестане, к примеру, да, люди вышли, как бы были митинги, были протесты, даже там были активные действия, но, к сожалению, все это утихло. И мы не должны допускать в дальнейшем, когда будут новые протесты, или этот протест наберет свой оборот. Мы не должны терять этот момент, и мы, наоборот, должны объединяться все те, кто против Москвы, все те, кто понимает, что такое Москва, и с объединенными силами все вместе противостоять нашему общему врагу. По-другому мы справиться не сможем. Это уже показывает практика. По поводу всех тех, кто понимает, поддержавший протесты в Башкортостане певец Алтынаей Валитов пропал. Об этом сообщают местные журналисты телеграм-каналы. Валитов не появляется в соцсетях и не отвечает на звонки. Накануне в его квартиру в Уфе пришли силовики. До этого певец записал резонансное видео, где поддержал осужденного на 4 года активиста Фаиля Алсынова. Давайте посмотрим фрагмент этого ролика и продолжим. Фаиль был лишь триггером. Суд над ним был последней точкой кипения. Ведь в наших сердцах кипело давно. А что кипело? Почему кипело? Русский национализм. Именно эта причина. Каждый башкир чувствовал это. Ущемление. Мы живем в своей родной земле в Башкортостане, но нас башкир на каждом шагу ущемляют. Именно по национальному признаку. Башкиренок, черный, понаехавший, Саулов и т.д. задевают наши сердца, когда в нашей родной земле нам указывают «говори на русском». А некоторых на работе заставляют говорить на русском. Или увольняют по национальному признаку. В башкирских школах директоров башкир увольняют. Сажают на их место русских. Вы знаете, Артур, вот башкир гораздо больше в республике, чем силовиков. Если взять население всех национальных республик России, то его в разы больше, чем силовиков. Если объединить все эти усилия национальных образований в Российской Федерации, то можно победить. Как вы, как общественный деятель, коммуницируете с другими республиками? Ведь если эти протесты сделать синхронно с тем же Дагестаном, с той же Бурятией, то эффект будет в разы полезней. Конечно, нас много кто поддерживает. И мы сегодня коммуницируем со всеми. И не только я, это и Руслан Габасов, и другие активисты. Мы все, и я лично тоже призываю всех, кто на Северном Кавказе, в Течне, которые находятся в Татарстане особенно, мы призываем к тому, чтобы люди поддержали нас. И в такую минуту, чтобы вышли, чтобы поддержать нашу республику, Башкир, и также это и в интересах своих республик. И эта коммуникация есть. Нас очень сильно, я выражаю благодарность, очень сильно поддерживают и крымские татары, и наши братья из Казахстана. Мне постоянно присылают смс, что если вы выйдете, то мы обязательно вас поддержим. Конечно, я выражаю свою благодарность за это все. И эта коммуникация есть, и к этому идет. Мы в любом случае к этому призываем людей, других лидеров различных движений, национальных движений и других регионов, чтобы люди выходили и поддержали наш протест. По вашему мнению, если мы говорим о связке Хаверова и Кремля непосредственно, то как вы считаете, а Кремль может дать указку как-то силовым методом это все гасить, по большому счету, чтобы совладать с этим протестом? Или он еще будет думать, потому что ему еще одна горячая точка, но сейчас точно ни к чему? Смотрите, но если будет активизация протестов, в любом случае есть определенные войска, которые стоят при Кавказе, и которые все еще не были перемещены, несмотря на войну в Украине. И в случае чего, конечно же, они будут применять силу. Но на сегодняшний день пока у них хватает сил, так как у народа тоже недостаточно сил противодействовать силовикам. Вы прекрасно видели, как 10 тысяч человек вчера вышло в Баймаке позавчера, и против них применяли дубиньки, созиточил газ, задерживали ребята. То бишь народ может противостоять только снежками и шапками. И, конечно, сегодня народ пока еще имеет в этом плане слабость, и силовики забирают наших активистов. И мы пока вообще, наш народ пока ничего не может, к сожалению, с этим поделать, не могут отстоять своих ребят. Вот в этом есть, конечно, большой минус. Но в любом случае мы не теряем надежду, так как есть определенные проблески. Башкортостан всегда вставал. Он во всей своей истории 800 лет ввел войну против царства России. Мы надеемся, что те новые зерна, которые сегодня мы видим, продадут свои плоды. Конечно, я не могу много говорить о тех планах и действиях, которые являются на территории Штартостана в целях конфиденциальности, и чтобы не помешать нашей деятельности. Абсолютно. Артур, спасибо, что были с нами на связи. Башкирский общественный деятель Артур Зарипов присоединился к эфиру на телеканале Freedom. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова